всем доброе утро море шикарное у нас сегодня самый большой праздник наши дети заканчивают учебу да у нас сегодня представление в школе последний звонок будет 25 но дело в том что вот этих мелких козявок нам не с кем сегодня ставить и мы везем их на маяк маша все рожечки потом на работу а нам нужно поехать на рынок купить сладости соки для чаепития чай пить и это так можно назвать ну сокопития да у нас будет детей в школе оставили все погода шикарная все хорошо посмотрим что мы ждали этот день марик сегодня будильник можно выключить да точно марикс вчера говорил я выйду на балкон я очки кстати забыла я горит выйду на балкон и когда будет приду с последнего звонка и буду песню песню петь какую как она там называется а каникулы и завтра я на все забью вот он грилья с удовольствием мы бы могли конечно детей с собой взять но покупать вот это все на рынке с детьми потом в школу жалко их просто пускай у маши отдохнут и нас жалко да так здесь где-то осиное гнездо аккуратно проходим быстрее идите идите не бойтесь с утра пораньше еще 9 нету мы уже пришли мы находимся в кормилице с купили почти весь сок что был на витрине все тогда уже дал дальше кексы надо еще купить нам очень повезло пока мы ходили по рынку все покупали как раз серёжа освободился ему нужно куда вы едете на но он нас а куда но нас до школы довезет потому что у нас тут сумок очень много а 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, мальчишки, я вас поздравляю с последним днём учёбы! У нас ещё только впереди последний звонок 25 июня и всё! Да? Да! Вы счастливы? Да! Концерт прошёл хорошо! Ну что, Марик, ты хотел спеть? Идите гуляйте! Сейчас я их переодену! Диана! Опять упало яблоко? Диана у нас пошла на рынок! Я люблю субтитры! У тебя и Владика! Ну что вы там делали у Маши? Рассказывайте! Мы лепили! Лепили! Мы лепили в детский садик играли! Весело было? Что я бы качал? Качайся! Сейчас мы будем готовить с Дианой. Она курицу купила картошку. Сегодня у дедушки с папиной стороны было бы день рождения. Что там Серёжа так смеётся? Серёжа тоже пришёл с работы. Короче, весело у нас тут сейчас будет. Нет, папа твой до шести будет работать, как обычно. Это Серёжа, вон, два часа дня. Он уже дома. Но они сделали всё, что от них зависело. Короче, у него чем быстрее всё сделаешь, тем быстрее. Тем быстрее домой пойдёшь. Иногда очень долго домой не приходит. Каждый раз по-разному. Уже всё наигрались дети. Наверх пошли. Мой папа в коробке идёт. Я вообще пять припутал. Да? Потому что лето ему на час раньше отпускать. Потому что это раньше он не приходил. Всё понятно. Иди ты тоже поднимайся. Жарко на солнце. Чуть-чуть сейчас тень придёт во двор. На крошку идёт? Нет. Опять он плюётся. Смотри. Этот ребёнок научился плеваться. И всё. И теперь как верблюд точно ходит. Арчи, жарко. Воды нету сегодня, мой мальчик. Я даже искупать тебя не смогу. Солнце. Да. А сейчас как крышка это нагрелась. А у нас сегодня вот день рождения у дедушки было бы 20-го у 2-го дедушки, а 22-го у бабушки. Подряд. Через один день. А не 18-го, 20-го и 22-го. Мы всегда что-нибудь готовим на такие дни, когда день рождения. Потому что вспоминать надо. Алексей. Ты кайфуешь, Арчуш. Ты убираешь энергию солнышку. Ой, когда мы уже на море поедем, а? Когда мы на море? Сегодня мы бы поехали, конечно. Но просто папа попросил стол накрыть. Так что сегодня мы дома пока. А потом будем гулять. Что ты так на меня смотришь? Может быть, завтра пойдём. Может быть. Деревня, петухи, птички. Что, Арчи, что? Ой, собака моя любимая. Мы завтра, может быть, пойдём, но это не точно. Да, это не точно. Всё. Может быть, с ведра тебя хотя бы полить чуть-чуть. Жарко, да? Жарко. А я наоборот сожжу. Всё, хватит. Покайфовал? И хватит, да? Давай лап. Вторую. Вот, молодец. Другую, другую. Давай, другую. Вот так. Молодец. Всё, Арчи, уже игровое настроение. Ты что? Да, ты что? Всё, хватит. Арчи, дай лапу. И теперь иди руки мыть. Я сегодня Марику вещи забыла взять. Ну, я взяла только тёплые, а такие забыла. Арчи, ну всё, хватит. И он в Алексея вещах теперь ходит. Ну, вы хоть довольны, да, что школа закончилась? Марик, твои ощущения? Конец учебного года. Класс. Класс. Я тоже так думаю. Скоро, да, будете ходить заниматься. Это нужно. Это нужно. Чтобы ничего не забыли. Опять ты ко мне пришёл. Всё, я ухожу. Что, Алексей, изучаешь? Купили мы сегодня им летние задания за 150 рублей. Нам учительница прислала, что делать. 50 заданий. Так что будем работать каждый день. Пропись. Ну, нам прописи другие прислали, но так как у нас дети очень хорошо пишут, в кавычках, мы купили ещё такие прописи. И Хрестоматию за 400 рублей. 330 страниц будете теперь читать у нас. Каждый день. Как вам такое? Каждый день по 330. Нет. Почему? По чуть-чуть будете читать. По 5 страниц. И выписывать в тетрадь, что вы прочитали по 4 строчки, ученица сказала, и автора. Короче, весёлый. Весёлое лето нас ждёт. Вот так. Лето это ад. Почему? Это не лето, а ад. Потому что читать нужно? Потому что жарко. Нет, у них другие проблемы, Владик. Скоро ты тоже об этом узнаешь. Когда ты будешь сучиться, что рукой. Что ты там пишешь? Мамера, мы сейчас будем в полицейских играть. Всё понятно. Вот я просто стояла, он пришёл и лёг возле меня. Да? Опять руки мыть. Воды нету, Арчи, нету воды. Ты меня заставляешь каждый раз руки мыть после тебя. Да? Заставляешь прям насильно. Мы приготовили ужин. Как раз Витя пришёл. Сейчас посидим, свечку зажжём, помянем. Курочку пожарили с картошкой. Как она аппетитно пахнет. Я её хмели-сунели сверху ещё намазала с маслом. Салатик. И кабачки пожарили. Всё, в принципе, покушать нам хватит. Как раз ещё пока не темно, чтобы свечку зажечь. И потом мы уже домой поедем. Ну что, зовём всех? Нет, надо сначала курицу порезать. Сейчас порежем всё? Да, только чуть-чуть она должна остыть. Что это тут такое? Что? Это просто. Ну там, знаешь, такое, как... А! Это пузырёк. Вот так вот. О, аж запотела камера. Приятного нам аппетита. О дедушке лёвит царство небесное. Мистер Паучок. Сейчас они все по очереди. Марика ножки примеряют. Давай теперь, Максим. Максим, слышишь? Теперь Владик. Максим. Всем привет! Я зовут Владычка. Катастрофа. Не надо носить. Алексей, он тяжёлый. Всё, мы едем домой. С вами мы прощаемся. Сейчас Владику тоже оденем. Всем пока. Иди сюда, паук!